Сахарный диабет Сахарный диабет Скажите, доктор, что же такое сахарный диабет? Ну, сахарный диабет – это не приговор для больного, это образ жизни. В последнее время сахарный диабет стал распространенным заболеванием. То есть можно говорить о пандемии по всему миру сахарного диабета. Но это, скорее всего, связано, конечно, с образом жизни наших людей. В частности, малоподвижный образ жизни, высококалорийное питание, стрессовые ситуации. Поэтому это все и влияет на распространенность сахарного диабета. Для справки. У врача-эндокринолога Полевской центральной городской больницы наблюдается более тысячи человек. Ежедневно на прием записываются порядка 20 пациентов. Кроме этого, доктор ведет и несколько стационарных больных, находящихся на лечении в терапевтическом отделении. Сахарный диабет – это всегда повышение глюкозы в крови человека. Вот почему она повышается? Наверняка ведь не от того, что мы очень много едим сладкого. Ну, у нас существует в основном два типа сахарного диабета, хотя их гораздо больше. И мы будем говорить о сахарном диабете первого типа. Это инсулинозависимый сахарный диабет. Он встречается чаще всего у молодых людей, когда идет уже поломка на генетическом. Значит, генетическая поломка. Значит, там уже абсолютно недостаточность выработки инсулина происходит. Поэтому в этом случае, конечно, люди сразу же начинают чувствовать себя плохо. Появляется жажда, снижается вес, плохой аппетит. Так, и есть второй тип сахарного диабета. Это считается диабет пожилых людей, когда он может протекать бессимптомно годами. Потихонечку повышение сахара в крови – то, что человек может не ощущать. И в результате, ну уже это в тяжелых случаях, конечно, развивается кома. Но люди, конечно, чаще обращаются. Случайно выявляется сахарный диабет. При сдаче анализов крови повышенный уровень сахара. И дальше уже пациент обследуется. Какой сахар считается нормой? И как мы можем заметить, что наш организм дал сбой? Ну, Вы уже вот назвали несколько признаков. А вот более подробно можно на них остановиться? Значит, нормальный сахар в крови считается, значит, из периферической крови минимальное значение 3,3, максимальное – 5,5. Из венозной крови здесь немножко повыше – до 5,9. При повышении сахара в крови, вот я уже как говорила, можно сначала абсолютно не чувствовать это. Поэтому желательно всем людям раз в год сдавать сахар в крови, проверять. Кто входит в группу риска? Кто чаще всего болеет сахарным диабетом? Ну, если мы будем брать, ну, вот наш город, да? Ну, в группу риска – это не только в нашем городе, но и вообще – входят люди, во-первых, с излишним весом. Дальше люди, у которых родственники болеют сахарным диабетом. Ну, в основном, люди, значит, с сердечно-сосудистой патологией. Но исходя из этого, очень большое количество получается. То есть практически всем надо контролировать сахар. Для справки. Первые признаки сахарного диабета. Частое мочеиспускание и чувство неутолимой жажды. Быстрая потеря веса. Ощущение слабости или усталости. Неясность зрения. Ощущение тяжести в ногах. Головокружение. Что делать, если все-таки диагноз сахарный диабет, он уже поставлен человеку? Как дальше жить? Жить надо нормально. Также существуют все эти правила, как и для людей без сахарного диабета. То есть вести здоровый образ жизни. Отказаться от вредных привычек. Здоровый образ жизни – это что у нас? Обязательно рациональное питание. Не будем говорить про диету, просто рациональное питание. Так же, как и для здоровых людей. Дальше. Обязательно должна быть физическая нагрузка. При физической нагрузке сахар снижается. Поэтому тут даже входит профилактика сахарного диабета – это достаточная физическая нагрузка. Вообще от сахарного диабета можно излечиться? Излечиться от сахарного диабета нельзя. То есть сахарный диабет – это должен быть определенный образ жизни. Если вы поддерживаете этот образ жизни, у вас сахар в пределах нормы, значит, не развивается дальнейшее осложнение сахарного диабета, и человек живет полной жизнью, полнокровной. Мы не излечимся, даже если уровень глюкозы в крови покажет нам 4,8? 4,8 – это при нормальном поведении пациента. А каком может быть излечении, если дальнейшие рекомендации те же самые остаются? Если это возможно только на диете и физической нагрузке, пожалуйста, так и продолжайте. Но иногда необходим прием препаратов сахароснижающих, и при первом типе – это инсулин. Ну вот, что можете сказать тем людям, которым уже поставлен диагноз сахарный диабет, что им принципиально нельзя употреблять в пищу? От чего стоит отказаться? Отказаться нужно от высококалорийной пищи, от сахаросодержащих продуктов, снижать обязательно вес. При снижении веса тоже нормализуется сахар. И достаточная физическая активность для каждого своя должна быть, но в любом возрасте. Вы же уже упомянули о тех осложнениях, которым может привести сахарный диабет. Но вот можно, опять же, более подробно остановиться на них. К чему может привести как повышенный сахар, так и недостаток глюкозы в крови? Ну, начнем с недостатка глюкозы. Недостаток глюкозы бывает не только при сахарном диабете. Мы очень часто ощущаем снижение сахара в крови. При длительном голодании, например, может быть сердцебиение, потливость, туман в голове, скажем так. Человек поел и все нормализовалось. Вот такие же проявления, только, значит, у пациентов с сахарным диабетом более ярко выраженные. Это может приводить, если не принять экстренные меры, то и к развитию комы. У нас мозг питается глюкозой, поэтому необходимо обязательно, чтобы глюкоза до определенного уровня была в крови. И, значит, это, скажем так, при пониженном сахаре, при повышенном сахаре. В чем выражается осложнение сахарного диабета? Глюкоза у нас токсическое вещество. При избытке глюкозы она действует в первую очередь на все сосуды в организме. И все органы, можно сказать, страдают. Но в первую очередь это глаза, почки, ноги. Это органы-мишени при сахарном диабете. Вот Вы же уже сказали, что сахарный диабет – это не приговор. Нет, конечно. Тогда как можно жить с сахарным диабетом, чтобы оставаться для окружающих все тем же, любимым папой, дедушкой, бабушкой, сестрой, братом, чтобы никто из окружающих даже не заподозрил о том, что у тебя такой диагноз? Ну, во-первых, никогда не надо стесняться этого диагноза. Наоборот, родственники должны знать, чтобы при необходимости оказать помощь. Это еще раз повторяю. Это не приговор, не какое-то клеймо. Но это заболевание, при котором можно существовать, жить нормально, активной жизнью очень долгие годы. Но это все зависит от пациента. Если контролировать, обязательно должен быть самоконтроль, контролировать сахар, не допускать как повышения, так и снижения сахара, вести активный образ жизни, выполнять рекомендации, то, что вам доктор рекомендует, можно жить долго и счастливо. Ну, еще вот последнее, да, наверное, на сегодня, это что можете пожелать всем полевчанам, как нужно жить, чтобы не стать пациентом-эндокринологом? Желаю здоровья и вести здоровый образ жизни. Это главное залог? Это главное, конечно, главное. Поменьше подвергаться стрессам, иметь хорошее настроение. Тогда у нас все будет хорошо. Итак, подведем черту. Излечить диабет полностью невозможно. Но в любом случае лечение всегда будет долгим и непростым. Поэтому есть смысл задуматься о комплексных мерах профилактики. А это, прежде всего, здоровая диета. Такая профилактика дается современному человеку сложнее всего. Но без здорового питания все остальные меры практически бесполезны. Во-вторых, физическая активность. Это поможет избежать ожирения. Еще один не менее важный момент – это стресс. Их в нашей жизни должно быть как можно меньше. Ну и последнее – это регулярные консультации медиков и контроль уровня сахара в крови. Запомнили? Если нет, то смотрите нашу программу «Скажите доктор» еще раз на нашем сайте. С вами была Ксения Балденкова. Звоните, пишите и будьте здоровы!